Привет Страж, Трипл Вайп на связи. Прошел месяц, на самом деле чуть больше, с момента выхода дополнения Обитель Теней. Все анонсированные квесты закрыты, миссии и задания пройдены, мы потихоньку начинаем гриндить шмот, закрывать триумфы и все вот это вот. Самое время оглянуться назад и ответить на вопрос, насколько хорош Shadowkeep как дополнение третьего года, повторил ли он успех отвергнутых или это полумера как Rise of Iron в первой части. Думаю, что смогу сегодня дать понятный ответ, можно расценивать это видео даже знаете как, как отзыв о состоянии всей игры в целом на текущий момент, на конец 2019 года. По ходу подготовки видео текст разрастался, менял форму, писал все это я в заметке в течение нескольких недель, так что тогда, когда я сел это все вот сейчас записать, понял, что выходит небольшой подкастик, так что устраивайся поудобнее и слушай, видеоряд особой редакции не подвергался. Понял я и то, что это скорее соображение для тех, кто уже играет или играл и забросил Destiny, так что если ты совсем-совсем зеленый и просто зашел, чтобы спросить меня покупать ли дополнение Обитель Теней, я отвечу да. Брать и только в Deluxe версии, иначе денег потеряешь больше, чем получишь впечатлений. Ну а теперь в путь, мои впечатления об Обители Теней месяц спустя. Итак, начнем как принято с сюжетной линии, основной кампании, если ее можно так назвать. Будут ли при обсуждении спойлеры? Да, будут, но вы должны понимать, что во-первых, вся сюжетка это порядка пяти миссий, а главное, что можно было бы заспойлерить, кидают вам в лицо уже на десятой минуте первой миссии. Так что, это не то, чтобы прям спойлеры, но предупредить я должен был. Итак, Луна, Эрис зовет, мы прилетаем, а тут какой-то бардак. В патрульной зоне у нас, значит, карта из Горнила первой части и какая-то красная крепость из Недер Луны. Не, ну, у Ли, конечно, по скорости постройки многоэтажек молодцы, урбанист негодует. Нам предстоит разобраться, что тут происходит, и довольно быстро мы натыкаемся на пирамиду. Да, да. Ту самую, которыми нас пугали в конце основной сюжетки второй части. Припаркованная пирамида, судя по всему, находится тут чуть ли не со времен первого коллапса. Так что, нам предстоит выяснить причины, по которым она все еще тут, ну и, конечно, можно ли ее как-то использовать. По пути нас встречают кошмары прошлого. Крота, Гоул, Фанатик, монстры, что были нами повержены со времен еще первой части и до сей поры. Это, конечно, Рьюс, но уж очень он красиво завернут по сюжету. Двигаясь по основной сюжетной линии, мы попадаем в мрачные, но красивые локации Луны. Оказываемся в знакомых по первой части уголках катакомб, и вроде все закручивается интересно, но ни к чему не приходит. Сюжетное повествование в Обители Теней наступает на грабли сюжетки военного разума. Короткое, не объясняющее ничего и не рассказывающее тоже ничего. Просто дающее прикоснуться к нечто великому, раньше это был Вармайн Траспутин, теперь пирамиды. Мы впервые близко подобрались к пирамидам, да, мы потрогали тьму впервые. Но к чему это привело? Тем, кто не знал, что это за пирамиды такие, этого не объяснили, а тем, кто знал и ждал встречи с ними, нового тоже почти ничего не дали. Но надо отдать должное, лор, что был добавлен в игру со всякими предметами, типа мертвых призраков, криптоглифов, очень богат на детали и интересен для тех, кто за этим лором следит. Да только вот среднестатистическому игроку, а уж тем более новичку, до этих страниц лора, как правило, нет дела. Некоторые о них вообще не знают. Представьте, сколько вопросов остается о сюжетке для новичков. Вот что? Что это вообще? Этот фрагмент даже бывалые лороведы с первого раза не поняли, чего уж говорить про новую аудиторию, которую именно сейчас Destiny активно и весьма успешно завоевывает. Так что, оценивая сюжет в несколько слов, интересная завязка, красивые декорации, но недосказанность, которая может многих оттолкнуть. Это вообще главная причина, почему видео с обзором так поздно. Я ждал. Ждал, что ответы или новые подсказки появятся после того, как откроется подземелье. После того, как мы соберем все артефакты команды Эрис. Это произошло и... что? Ничего. Просто тишина. Я пытался говорить себе, что я придираюсь, но эти проблемы для меня еще более очевидны, когда я смотрю на них в сравнении с плюсами. А их немало. Как бы это описать? Мне очень нравится то, как выглядит дополнение. Настроение, луна, масса красивых локаций на, казалось бы, старой поверхности спутника. Все заиграло новыми красками. Алая крепость, новое подземелье, стычки с вексами в Черном Саду, которые подарил нам этот сезон. Выглядит все просто великолепно. На мой взгляд, именно луна из дополнения Обитель Теней – это то, как должна выглядеть Destiny. Это ее настоящий облик. После луны залетать в город грез – смешной контраст. Город грез был красивой локацией, безусловно. Но только лишь на мой скромный вкус, городу эльфов не место в приключении стражей. Простите. Мне безумно нравится стилистика брони и пушек, которую мы получаем на луне. Вот эти скафандры, которые увешаны некими ритуальными ожерельями и обмотаны тряпками с вышивкой. Будто космонавты схватили в плен какие-то первобытные аборигены из недр космоса и разорвали его скафандр на ритуальные артефакты и костюмы. Не знаю. Мне напомнило это работы художника Олега Вдовенко. Ну, если может кто знает. Есть у него там серия жутких картин, где космонавты какие-то древние бабки затаскивают куда-то. Странная ассоциация, неважно. Локации затерянных секторов, новых ходов в подземельях и нового данжа Яма Ереси это просто для глаз услада. Очень нравится. И я бы очень хотел, чтобы Destiny и дальше развивалась в этом стилистическом направлении. Что игра предлагает после сюжетки? Ведь это самое важное. Патрульные активности на луне, вроде вторжения вексов и охоты на специальных мощных кошмаров. Ковка снаряжения в Лектурне Улья, новый рейд в Черном Саду, арена атака вексов, новое подземелье Яма Ереси и охота на кошмаров на разном уровне сложности. Это из нового. Плюс к этому модифицированные плейлисты Гарнила, о котором мы сегодня вообще говорить не будем, и сумрачный налет с несколькими уровнями сложности. Ах да, еще Алтари Скорби, новый эскалационный протокол, вроде все. Что из этого наиболее интересно и актуально сейчас? Ну, для Охотников за Триумфами вообще все. С выходом Обители Теней в игре добавилось аж три печати с различными достижениями. Для новичка это не самая интересная и вообще нужная вещь. Ну, типа новым игрокам очевидно лучше тратить время на выбивание нового снаряжения, а простые циферки из одротства это развлечение для бывалых. К нему еще вернемся, я не просто так заикнулся об этом. Рейд сад спасения актуален по сути для всех до сих пор. Там можно полутать мощный лут, там можно добыть пару отличных пушек и новый экзот. Но, помните мои гайды по рейду. Они выходили очень долго, с большими паузами. Все почему? Потому что я выпустил первый ролик по первому этапу, посмотрел на статистику просмотров, взгрустнул, понял, что большинство этот рейд в гробу видали и вообще сейчас им не до этого. Окей, думаю, возьму паузу. Но и следующие рейдовые видосы смотрели постольку поскольку. И да, конечно, дело во мне и все такое, но суть та же. Как была статистика год назад, которая гласила, что 70% активных игроков в Destiny никогда не были ни в одном рейде, так оно походу и осталось. Так что говорить как-то подробно о рейде как о важном куске пирога Shadowkeep не очень серьезно. Но если бывалые хотят услышать как мне рейд, визуально нравится, по сложности и разнообразию нет, слишком легко и местами очень нудно. Что касается остальных новых активностей и профита от их закрытия, то тут все просто. Новым игрокам будет в кайф побегать во все вышеперечисленное, им считайте каждая награда почти в радость. Револьвер, отлично, новый плащ, супер и так далее. Хочешь лунную пушку покруче, а вот тебе ликтурн, форми нужный ролл. Для ветеранов же во всем этом мало смысла. Большинство как гоняло с горной вершиной и пауком-отшельником, так и гоняет. Новые пушки прикольные, но не заменяют с собой старых, как бы не хотелось. Я наверное чаще всего из новых беру только пульсу с рейда. Для ветеранов куда интереснее закрывать те самые триумфы, о которых я говорил ранее. Вот эмблема за спидраны всех кошмаров на самом высоком уровне сложности. Вот корабль с триумфа алтарей скорби. Рейдовые челленджи, тоже интересные кстати. С ними рейд даже как-то по-другому бы оценивал, надо еще яму закрыть в соло. В общем все эти, казалось бы ненужные ачивки и достижения добавляют в игру азарт для тех, кому это интересно. Было бы несправедливо давать что-то большее, чем эмблема за такие триумфы, а тут вроде и пофлексить можно и пару-тройку часов на попытки потратить. Мне лично очень понравилось побегать на кошмаров с таймером, превозмогать, торопиться и придумывать командные действия. Но я прекрасно понимаю, что многим это нахер не сдалось. Что ж, могу вам посоветовать сезонные ритуальные пушки тогда пойти выбивать, ну или покрышки покатать на луне. Артефакт и броня 2.0 Важные, пожалуй самые важные нововведения этого сезона. Больше свободы в настройках персонажа, чем сейчас, не было в Destiny 2 никогда. Впервые на моей памяти игроки столь активно взялись собирать новые и новые билды. Куда ни посмотри, у каждого есть советы по собранным билдам для ПВЕ, для ПВП, для каждого класса и подкласса. Это мне очень нравится. И я очень надеюсь на то, что система модов будет только улучшаться. Я, например, до сих пор не особо привык, что скавенджер на гранатометы на одном элементальном типе брони, а скавенджер на пистолеты-пулеметы на другом. Но и к этому можно привыкнуть, и в этом можно найти потом плюс. Я уже было собирался ругать систему прокачки и то количество источников мощного, реально мощного снаряжения, которое повысит ваш лайт, но буквально вот, с 7-го числа вышел патч, благодаря которому эта история несколько исправлена. Разве что высшие энграмы и экзоты тоже можно было бы настроить на больший прирост. Иначе от них ни горячо, ни холодно уже после первой недели игры. Финишеры. Добивание. Мелочь, но прикольная. Я был уверен, что она выбиваться будет из геймплейных особенностей Destiny, но нет, все очень круто и органично. Еще одно нововведение, которое мне понравилось, Сезонник. Там есть над чем поработать, но получать ништяки за то, что я просто играю, это круто. Разве что после получения сотого ранга, обращать внимание на получение апгрейда перестаешь. Было бы хорошо получать какие-то доп-награды и дальше, в виде глимера или ресурсов в каком-то количестве. Подземелье Яма Ереси, последнее из эндгейм активностей. Самое актуальное, можно сказать. Данж получился нормальным. Он доступен по простому квесту, проходится в команде очень просто, прямо как налет. И чтобы получить какой-то челлендж, нужно идти туда в соло. Награды с него не внушают восторга, я надеюсь их поправят, там даже шмотки с такими статами смешными. Но это очередная проба пера для разработчиков. Надеюсь, что такие подземелья будут появляться как можно чаще. Я бы очень хотел такие данжи на троих с эксклюзивным лутом и еще более сложными механиками. Короче, хочу, чтобы это все по опыту как можно больше походило на рейд и было хорошей альтернативой для игроков, кому набрать команду из трех человек проще, чем фулл пачку на полноценный рейд. И вот сейчас мы добрались до моего главного тезиса и впечатления. Расскажу о нем на самом неожиданном примере, который только можно было придумать. Охота на кошмаров. Странный режим, по структуре больше напоминающий обычный налет. В режиме вам нужно просто найти и убить кошмара. Того самого случайного монстра из прошлого. Крота, Таник, Сомнигул и так далее. У режима есть несколько уровней сложности на выбор. Самое сложное – мастер. Нам с командой было интересно закрывать эту активность на триумф мастер испытаний на время. На этом уровне сложности все пролетается не так просто, как какой-то очередной налет. Да еще вы и должны стараться уложиться по времени прохождения в жесткие тайминги. На некоторых боссов нужно тратить не более 5 минут. Таким образом, вам нужно подбирать снаряжение, планировать время и то, когда и в кого ультить, кому давать баф – это крутой челлендж. Но через пару-тройку недель он исчезнет. Вернее, сойдет на нет. Ровно как и самый сложный сумеречный налет, как рейд, как любая сложная эндгейм активность. Поскольку на всех этих заданиях теперь очень решает уровень силы. Да-да, помните времена, когда новые игроки спрашивали, а для чего вы вообще качаетесь, на что влияет этот ваш лайт. И все так, ну, ну как, ну вот влияет. Так вот, теперь его влияние настолько важно, что в овергире ты легко закрываешь любую активность, которая изначально задумывалась, как наисложнейший вызов для лучших игроков. И если ты закрыл эти сложные активности и триумфы на низком уровне силы, и превозмогая себя получил награду, то зачем тебе качать персонажа дальше? Да, теперь вы прокачиваетесь бесконечно благодаря бонусу артефакта, но для чего, если ты все закрыл на ранней стадии? Я лично так и не понимаю, зачем мне сейчас лайт больше, ну, 980, например. Это потолок. Вернее, это должно было бы им быть. Именно поэтому сломан ПВЕ баланс, на мой взгляд. И я за то, чтобы либо кап силы вернули, либо эндгейм активности разрабатывали сложными уже с учетом того, что кто-то пойдет на них с 950 уровнем силы, а кто-то с 1000. Не просто жирные мобы, которые очень больно бьют, а именно сложная активность в механиках, поведении тех же самых боссов. Это главная ПВЕ проблема, на мой взгляд, касаемо эндгейма Обители Теней. В остальном, я получил от нового сезона, что хотел. Я рад был вернуться на Луну, рад был прикоснуться к Пирамиде и мне симпатичны новые локации Черного Сада. Система с модами очень крутая, и она свежа для серии. Артефакт – важное нововведение, которое наделяет Стража новыми способностями без необходимости добавления новых способностей сап-класса. Так что да, я понимаю теперь, что имели в виду разработчики, когда говорили в анонсирующем видоке к дополнению, о том, что это только начало. Да, это только начало, и мне не терпится узнать, что нас ждет впереди. В декабре. Спасибо за просмотр, Страж. Пиши, что думаешь о дополнении ты, не забудь поставить оценку в видосу и подписаться на канал. Счастливо!